Дарья Пономарёва Да, я думаю, весной там волшебно, и я уверена, что там очень интересно, потому что совсем недавно я прочитала, что наш ростовский зоопарк самый большой на юге России И это не странно, ему всё-таки 87 лет, представляешь? И его изюминка в том, что там очень много экзотических животных Это тигры, львы, пантеры, питоны, и это придаёт ему какой-то особенный шарм Ох, захотелось мне зоопарк в два раза больше Ну что, Маш, а пока посмотрим сюжет Татьяны Ермоленко и окунёмся в эту прекрасную атмосферу Вместе с приходом весны ростовчане спешат в зоопарк Именно здесь обитает более 500 видов животных, многие из которых занесены как в Красную книгу, так и в региональные списки редких исчезающих животных Как животные встречают весну, сейчас узнаем Зоопарк города Ростова-на-Дону является одним из крупнейших по территории зоопарков в России Площадь его составляет почти 90 гектаров Здесь вы можете увидеть животных со всех континентов Познакомиться с уникальными для коллекции зоопарков видами Здесь также находится огромное разнообразие журавлей и дневных хищных птиц Обитателей подводного мира, в числе которых есть и пресноводные рыбы Донского края, и пресноводные скаты из Южной Америки Глядя на масштаб зоопарка и разнообразие животных, трудно представить, что все начиналось с небольшого живого уголка Первыми питомцами которого стали орел, ежик и черепаха Сейчас же в зоопарке насчитывается более 5000 видов животных Среди которых есть львы, тигры, человекообразные обезьяны и даже азиатские слоны Спасибо, Таня, за прекрасный сюжет Кстати, знаешь, Маш, в зоопарке очень любят собираться разные компании и играть на гитаре В том числе и рок Ты любишь рок? Просто обожаю Я тоже люблю Какие твои любимые группы? Металлика, System of a Down, ACDC Ну а если брать русские группы, то это классика Король и Шут, Машина Времени О да, а я влюбилась в совсем недавно созданную ростовскую рок-группу Screen И мне так завидно нашему корреспонденту Игорю Кольцову, которому удалось побывать на съемках клипа этой группы Что ж, давайте посмотрим Многие ценители рока предпочитают классику современной музыки Я с ними немного не согласен, ведь сейчас очень популярно создавать новые группы Я убедился в этом, побывав на репетиции группы Screen Группа Screen Для многих поклонников рок-металла музыки уже не являются пустым звуком Она была основана в 2009 году в городе Ростове-на-Дону И на сегодняшний момент на счету парней неисчислимое количество выступлений А также огромный список городов, которые они сотрясли своими концертами Но откуда же взялись эти парни? Как была создана эта группа? Кому пришла в голову идея о создании группы? В 2005 году в маленьком поселке Харп проживает еще никому неизвестный Михаил Каченко Ему-то и пришла идея о создании музыкальной группы В 2009 году приезжает в Ростов-на-Дону, где собирает новый коллектив для группы В этом коллектив попадает Александр Марковский, Захар Габаненко, а также Дмитрий Лихобабин Вместе парни приступают к активной музыкальной деятельности В 2009 году парни дебютируют в клубе «Базбочка» вместе с группой CFC Вокалистом которого на тот момент является Сергей Путин В 2012 году Screen выпускает свой первый альбом под названием «Надежда» Спустя еще некоторое время выходит новый сингл «Лабиринт» На тренировках группа выматывает себя на полную, чтобы отработать новые движения и хороший звук Кажется, что тут нет ничего сложного Всего лишь-то постучал, побринчал и спел Но публика требует что-то новое, и группе приходится это создавать В октябре того же года в группу к парням приходит Дмитрий Таран Но в связи с загруженностью графика, невозможностью выехать за пределы области Дмитрий группу покидает И тут судьба приводит взамен Дмитрия и Сергея Путина к парням Что вас вдохновило на создание группы? На создание группы нас вдохновила моя барабановая установка, которую мне принесла бабушка со своей работы И так, в общем, все получилось, что я начал заниматься этим творчеством, музыкой Благодаря этой барабановой установке, которую мне принесла бабушка Вот, в общем, этот весь секрет Нам очень сильно нравится наше творчество Надеюсь, оно понравится всем, кто его слушает Какие известные музыканты являются для вас примером? Вы сами Потому что, если я ориентировался на кого-то, свои дебюты всегда не будут Поэтому приходится ориентироваться самим на себя только И делать свое что-то А я на Честора Бейнгтона ориентируюсь Действительно необычно Ведь спустя годы, после совместного дебюта на одной сцене, но в разных группах Судьба расставляет все по своим местам А это значит, что вместо Сергея именно в коллективе Screen В 2013 году группа обращает на себя внимание человека С которым в этом же году подписывают контракт на совместное сотрудничество Эта судьбоносная встреча послужила сильному толчку в развитии группы В этом же году парни дают мегатур по России и Беларуси Также становятся победителями на фестивале Music Hunt Но и это им становится недостаточно в скором времени Они выпускают альбом Screen AP На сегодняшний день у парней стартует тур по России и Беларуси Можно с уверенностью сказать, что Screen является группой со сплоченным коллективом Который, в свою очередь, порадует нас своими композициями в профессиональном исполнении Субтитры создавал DimaTorzok Знаешь, Даша, недавно наш специальный корреспондент Саша Зубко тоже заинтересовался этой группой И ему даже удалось взять интервью у их продюсера Всем привет, с вами Александр Зубко И сегодня у нас в гостях продюсер рок-группы Screen Алексей Груздев Здравствуйте Добрый день Алексей Николаевич, как вообще произошла ваша первая встреча с группой? Это было год назад на концерте группы Кукреникса Где Screen были на разогреве А чем они вас зацепили? Какая-то своя особенная музыка Я вообще до этого альтернативы не слушал Я предпочитал классический рок А конфликты между вами и группой были, нет? Скажем так, они меня иногда не понимают, чего я хочу И поэтому возникают конфликты Ну, они меня выводят иногда Были какие-то вообще изменения в группе или нет? По сравнению с прошлым годом у нас ушел экстремальный вокалист Дмитрий И в этом году мы взяли еще одного гитариста соло А барабанщик постоянно, да? Ну, Миша Это как бы лидер Так же, как, допустим, у Металлики Барабанщик был лидером Здесь у нас Миша лидер Он создатель группы То есть не Сережа, не солист А вот у вас будут какие-то выезды за границу или вне Ростова вообще? Ну, у нас планировался тур на Украину Но в связи с событиями этими он отменился Ну, ожидаем На весну планируется у нас Нет, на весну уже все не планируется Мы съездили в Тамбов Планируется на осень Тур по России Ну, это города типа Тверь, Тамбов, Орел, Липецк, Воронеж Вот такие примерно города Информация в группе будет Вот на осень где-то городов 9 зацепим У нас сегодня в гостях побывал продюсер рок-группы Screen Алексей Груздев А наш эфир подходит к концу С вами была программа Неформат И мы ее ведущие Мария Стопкевич И Дарья Панамарева До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин